Продолжение следует... ...на 44. Ядро системы маркетинг-плана создано на базе USDT и не может быть мультивалютным. Комиссии консультантов пассивный доход идут в одной валюте. Здесь у нас буква должна быть в валюте. Так, пожалуйста, есть что добавить по этому пункту? Андрей, этот пункт клиентов не касается? Это речь идет о гонораликах? Да, понятно. Непонятно только все-таки фактор 44. Что с этим фактором делать? То ли умножать, то ли делить. Ядро системы маркетинг-плана... Это как 33 единицы в ВСП. Да, да, да. Так, ядро системы маркетинг-плана создано на базе USDT и не может быть мультивалютным. Комиссии консультантов пассивный доход идут в одной валюте. Так, комиссия за продажу 7% BVSD навсегда сгорают, но ускоряют достижение ликвидности. Комиссия за продажу навсегда сгорают. Но это, видимо, система дефляции, когда определенное количество монет сгорают, их становится меньше, и это повышает курс. То есть, в принципе, ну, это применяется в сфере крипты. Вот. Может быть, здесь тот же принцип взят. Так, пункт 3.4. Дивидендный доход на один токен UTLTW начисляется в USDT ежемесячно. Имеет свой бюджет. Комиссию на покупку. Комиссия, дивидендный доход на один токен. Так, имеет свой бюджет. Так, Юра, есть что добавить по этим пунктам? Ну, есть. Да, это точно так же, как дивидендный доход на токен UTLTW. Инвестиций нет, а доход с инвестиций начисляется. Вот здесь примерно та же песня. Я не объясняю, что доход будет начисляться именно с суммы, которые люди заплатят за комиссию. Хорошо. Итак, обозначена стратегия и конечная цель. Обеспечить обратную конвертацию обернутого токена UTLTW в UTLT при наступлении одного из двух условий. Что произойдет раньше? Пункт 1. Обеспечение ликвидности один к одному. Получается, стоит такая задача. Размер фонда обеспечения UTLTW равен 10-15% фонда обеспечения UTLT. Так, размер фонда обеспечения UTLTW равен 10-15% фонда обеспечения. При наступлении одного из двух условий происходит Первое. Обратное слияние UTLTW и UTLT в единый токен UTLT с сохранением всех условий Замечательно, какая прелесть Делать два токена, чтобы потом слить их в один единый токен Работаем дальше в рамках единой концепции и эмиссии 10 миллионов UTLT Второе. Конвертируем все BVSD в USDT один к одному Отказываемся от коина BVSD Вот как-то так, ребята Смотрим внимательно, играем обязательно Так, и вот в нашем чате кто-то выкладывал свои размышления по данному поводу Давайте как раз я прочитаю Клиенты, которые захотят получить USDT на свой криптокошелек При появлении такой возможности получат только 19% от своих средств, которые были на счете Vista Во-первых, начислили убыток 20-20% Продали клиентам на остаток токены BVSD по цене 1 доллар Продали клиентам на остаток токены Но по большому счету даже не продали, а так понимаю сконвертировали, да, один к одному Вот мы здесь считали Курс 1 BVSD равен 1 VST То есть просто обменяли Даже не то, что обменяли, а просто название цифер было VST, стало BVSD Так, взяли комиссию 2... Нет, Андрей, так как с клиентов за это еще деньги взяли, то больше подходит продали Подожди, а с каких клиентов взяли? С комиссию 2,5% Так нет, мы до комиссии еще не дошли Нет, нет, комиссия, подожди, комиссия это пункт 3, а мы еще не дошли То есть в пункте 2, кому мы что продали У человека циферки VST, у него 1000 циферок VST Была 1000 VST, стала 1000 BVSD, вот и все, поменяли просто название Ну ладно Так, пункт 3, взяли комиссию, вот это да То есть если, как ты говоришь, надо будет именно И как написано, что надо будет эти деньги действительно иметь на кошельке Чтобы перевод состоялся То да, это получается дополнительные деньги вносить Дальше Взяли комиссию 4 USDT за ввод BVSD с кошелька в клуб А вот это вот что-то про 4 USDT я первый раз слышу Что-то в тексте выше вроде мы ничего такого не видели Или кто-то уже начал заводить деньги в новые кабинеты, там требуют 4 USDT Ну пусть расскажут те, у кого кабинеты есть Хотя, да, ребята, у кого есть кабинеты в новом проекте United to Live То есть там вроде бы действительно берется за каждую операцию комиссия, да? 4 USDT или сколько там? Так, ладно, если пока комментариев нет Пункт пятый Купили у клиентов BVSD на бирже Club UTL по цене 1 BVSD равен 0.25 Да, об этом они говорили Что первоначальный курс может быть вот таким И взяли комиссию 2% за обмен BVSD на USDT Так, и взяли комиссию 4 USDT за вывод на кошелек Так, и у нас в итоге получается, вот как согласно вот этим всем расчетам Получается 19% от тех средств, которые были на счете Vista Ну и то, и то, это в лучшем случае, если вот этот план, как говорится, сработает Да, то есть Мои мысли, коллеги, знаете какие? Что это должен пояснять и конвертировать Ой, комментировать человек, который вот это вот все придумал Всю вот эту мудреную схему, да, какой-нибудь вебинар провести и так далее И желательно, желательно посмотреть на конкретном примере То есть, что, например, допустим, человек, у которого в кабинете В зеленом кабинете есть энное количество вот этих VST Он переводит эти VST, допустим, в новый кабинет Конвертирует и так далее И потом делает суммарный подсчет Что вот, ребята, у меня было 1000 VST Они сконвертировались как раз вот в эти самые BVSD Потом туда-сюда мы там, короче, все вот эти операции делали И в итоге я получил на свой кошелек USDT такую-то сумму И, соответственно, вот, ребята, смотрите Была 1000, стало, например, там 500 или 200 Ну, согласно подсчетам вот этих ребят Кто вот этот текст написал, смотрите У них получается 19% То есть, ну, 19% от 1000 это 190 То есть, фактически, если, ну, если так все и есть Что вот здесь расписано, да, вот эти все операции То есть, у человека в кабинете была 1000 Но после завершения всех операций Он получит, допустим, 190 USDT на свой кошелек Ну, как-то так 190 это получается одна пятая часть От тех денег, которые у человека были на кошельке Но, смотрите, какой момент С одной стороны, переход на криптовалюты и на систему блокчейн В принципе, я считаю правильный шаг Почему? Потому что мы уже неоднократно на наших созвонах обсуждали Обсуждали такой момент Вот кто-то, наверное, помнит, что была проблема именно с реквизитами То есть, когда человек хотел в компанию Гермес Отправить, например, средства напрямую То есть, было время, когда давались банковские реквизиты Человек мог сформировать инвойс Там были указаны реквизиты И он прямо со своего банковского счета мог отправить средства А потом банковские реквизиты перестали давать И, ну, и была проблема из-за этого То есть, активное распространение получила внутрянка Соответственно, куча разных обменников появилась И это приводит к определенным юридическим проблемам сейчас Идут суды, юридические разбирательства Кто кому там перечислял на карту Так вот, Роману Викторовичу давным-давно уже надо было внедрять криптовалюту Потому что я всегда считал и считаю Что нормальная, уважающая себя компания Сама должна обеспечивать вот и вывод А не перекладывать это на плечи На плечи, там, консультантов или инвесторов Мы же не приходим, там, допустим, в какой-нибудь банк Забрать свои деньги А банк говорит Да, вы можете снять ваш вклад Но вы хотите, например, снять 100 тысяч Но вы, пожалуйста, найдите нам нового человека Нового клиента Который внесет Сделает депозит 100 тысяч Вот когда найдете такого человека Вот он сделает депозит 100 тысяч А мы этими деньгами, как говорится, вам и заплатим Ну, что это за банк такой, да? Вот А здесь получается что-то наподобие То есть, чтобы тебе вывести деньги Ты должен найти человека, который твою внутрянку купит Вот И переход на криптовалюту Потому что все-таки криптовалюта Она вне государственных юрисдикций Ну, правда, сейчас идет процесс легализации в разных странах Да, в России принят закон о цифровых активах Я понимаю это вот Да Без этих манипуляций, чтобы как бы вообще выйти из этого, так сказать, состояния Мы не сможем Потому что здесь столько таких наворотов Туда-сюда бегает, да, как, не знаю, мыши или кто То есть здесь не очень-то все так понятно Лично для меня, пенсионера, я не догоняю ничего абсолютно И меня интересует вопрос Просто я спрашиваю вас как специалистов, да Я без этих манипуляций не смогу вывести деньги Да мне, то, что у меня там лежит Мне на проценты, на комиссии Я там, я буду туда-сюда это гонять Я и получу потом ноль Зачем мне это надо? Как я вот Меня вот это интересует Если вы сможете, пожалуйста, ответьте мне А мой ответ очень простой Что мы на данный момент не знаем даже получится ли у нас вывести с манипуляциями вот с этим Понимаете, мы сейчас рассуждаем гипотетически Что вот расписано вот это вот все А что в итоге из этого получится Это время только покажет Это мы на созвонах неоднократно уже обсуждали И опять-таки, хорошо, смотрите То есть я тоже на предыдущих созвонах говорил как Человек, многие заняли выжидательную позицию Кто-то, еще раз, в наших чатах Есть люди, которые считают ждать от Василенко уже нечего Произошел скам, пирамида рухнула, всех кинули То есть один вариант получить свои деньги обратно Это писать заявление в полицию У Василенко есть какие-то активы там в России Они могут быть арестованы, проданы и так далее То есть из этого платить компенсацию Есть другая точка зрения, что нет Если бы Василенко хотел всех кинуть Он бы просто сидел там за границей И вообще бы ничего не делалось А так создали сайт Да, конечно, эта вся валынка затянулась на целый год Кстати, вот у нас январь заканчивается Ровно через месяц будет уже ровно год То есть эта валынка, вся эта история тянется уже 11 месяцев И, ну, типа что-то делается То есть, конечно, в финансовом плане Пока ни у кого в кошельках не прибавилось Я имею в виду, конкретно никто Никто на свои кошельки деньги не получил И даже в нашем чате, скажем, назовем так Две группы есть Адепты и хейтеры друг друга подкалывают Например, адепты говорят Ну что, хейтеры, ну написали вы заявление в полицию Че, помогло вам это деньги вернуть? Нет, не помогло Потому что еще идет расследование, да Разбирательство целый год А хейтеры тоже подкалывают адепты Говорят, ну а вы там че, целый год сидите, ждете? Вам это помогло? То есть, вас уже год кормят обещаниями Вот, выкатили нам последние новости В которых мы в целом мало чего понимаем, да И, опять же, не знаем, что из этого получится Но, давайте так рассуждать Предположим, все-таки, когда, знаете, у человека на счете есть там серьезные суммы Несколько тысяч, а у кого-то, может быть, несколько десятков тысяч ВСТ, так называемых, да И у него есть искушение Вытащить просто свои деньги с кабинета И забыть, как страшный сон Да, то есть, у него найдется желание и мотивация в этом во всем разобраться, да И, естественно, если появится именно человек, которому реально удастся эти циферки обналичить Пусть даже с комиссиями, пусть там с минусами Ну, я уверен, что найдется человек, который это все сделает и сделает инструкцию Так, ребята, заходите вот сюда Нажимаете вот сюда Там, платите комиссию вот такую-то Вот у меня там в кабинете, допустим, была тысяча Но с учетом всех вот этих манипуляций и комиссий Мне удалось вывести на кошелек 190 долларов Как здесь ребята и посчитали 19% от своих средств Вот я их получил, вывел Все, я там на бирже Можно эти USDT-шки, допустим, продать Обменять на рубли Делай с ними, что хочешь То есть, наконец-то получили спустя год Какие-то реальные денежные знаки Вот, то есть, пожалуйста, и думаю, что Если кому-то удастся это все реально сделать Он, ну, такую инструкцию может записать Вопрос только в том, именно, чтобы нашелся человек, который это все сделает Вот именно, что нашелся человек У меня нет такого человека, да, допустим И нет, я не смогу это вывести То есть, ну, понятно, у меня даже средств, наверное, не хватит на все эти комиссии Я вот о чем говорю Понимаете? Может, я буду это заниматься Скрипасертом, все это найду Я все выведу Я заплатил комиссию, а выводить нечего Не, ну, подождите секунду Вот я вам привел пример, смотрите Допустим, у человека в кабинете Тысяча вот этих ВСТ-шек, да Чтобы оплатить комиссию Там два с половиной процента То есть, пришлось пополнить кошелек на 25 долларов Чтобы спустя там какое-то время Тебе на этот кошелек, допустим, вывели там Тысячу Ну, опять же Чисто экономически вроде как в этом есть смысл А вот если, например, он пополнит Пополнит кошелек 25 долларами Их спишут А тысячу ему не зачислят Вот это будет, да, подстава То есть, он, получается, деньги отправил Непонятно на что А как бы Та тысячу в итоге не получил Да, ну так Опять же, мы об этом легко узнаем У нас, извините, в чате Почти тысячи человек На минуточку То есть, как бы Чат-то и создан с целью Именно с информационной То есть, и здесь Повторю В нашем чате Каждый может высказывать Ну, свою точку зрения Пожалуйста, только делайте там Без наездов, без оскорблений Цель Как раз обменяться информацией Чтобы понять Получится ли Каким-то образом Вытащить свои деньги И все Я просто думаю Что у них есть два пути Следующих То есть, они Вытаскивают эти деньги Да, там В БВСД Но просто Большинство не захотят Продавать по 0.25 И они То есть Будут стимулировать людей Заново Инвестировать в Обернутые токены Вот и все Ну Опять-таки Еще раз смотрите То есть Допустим Давайте так рассуждать Вот есть такая штука Под названием Биткоин Биткоин То растет То падает То есть Бывают периоды Периоды Когда он начинает Расти И кто-то На Глядя вот на Сейчас Когда биткоин Там Подскочил До 23 тысяч Начинает его покупать Хотя буквально Несколько месяцев назад Его можно было купить Еще за 15 тысяч Да То есть Это психология Каждый Каждый сам будет решать Что ему с этими Циферками делать Обменивать Не обменивать Продавать Не продавать Выводить Не выводить Выгодно платить Комиссию Или не выгодно Повторю Нужно Хотя бы Смотрите Еще раз Нужно Хотя бы Чтобы один Вот Человек Эту всю Операцию Проделал И поделился Результатом И сказал Так ребята Вот у меня в зеленом кабинете Была тысяча После всех этих Манипуляций Допустим Мне удалось С учетом всех комиссий Вывести Сто девяносто УСДТ То есть Ну фактически Я вывел пятую часть От того что было Ну Ну хорошо Хоть так Как говорится Как говорят трейдеры Зафиксировал убыток Окей Ну а Те кто верит Что допустим Токен со временем Отрастет И будет один к одному Даже смотрите Сейчас Есть Я видел в чатах Там некоторые Объявления Якобы кто-то Ну Объявляет Что готов даже Купить внутрянку Счета Виста Ну казалось бы Зачем тебе Внутрянка Ну видимо люди Надеются Что скоро Вывод откроется И как раз Они Сейчас купят Эту внутрянку За копейки А потом будут Перепродавать Уже по рыночному Курсу Ну наверное На этот расчет На этот расчет Так Пожалуйста Ну смотрите Как я думаю Мы ввели Реальные деньги В компанию После всех Вот этих Действий Компания Сняла с нас Убыток Комиссии И если бы Какие-то реальные Активы были У Гермеса То они Как бы Вот эти 895 миллионов Они бы остались Ну правильно Вопрос Если Реально Есть эти Активы То почему Нам как Участникам Гермеса Просто Не раздать В USDT Не перевезти На наши Кошельки Без всяких Манипуляций С токенами Комиссиями Если реально Эти активы Есть Но Если Этих активов Нету То скорее Все Появляются Эти Моменты Как раз Через всякие Токены И через Конвертации К одной Четвертой Выводить Это Мое Такое мнение И Следствие Я понимаю Что скорее всего Никаких активов Нету И они будут Именно За счет Тех Кто будет Складывать Новые Средства Ну Спасибо Что поделились Мнением Еще раз В этом абзаце Специальный Его открыл Здесь утверждается Что В начале Как они пишут В начале Курс обмена Может быть Маленьким Например 0.25 USDT Понимаете Самый прикол Они пишут Например 0.25 А Опять таки А может быть Он будет 0.1 Или 0.01 Мы же не знаем Да То есть Это опять таки Мы по факту Уже увидим Но в дальнейшем Обеспечить ликвидность 1 к 1 Каким образом Они собираются Это сделать За счет Конвертации Активов Зеленой Компании В крипту То есть Еще раз Они утверждают Что у них Есть некие Активы Которые Можно Конвертировать В крипту Опять Ключевой вопрос А сколько У вас Этих активов Ну допустим Там есть Миллион Несколько Миллионов Долларов Этого Достаточно Для покрытия Вот этого Задолженности Да 895 миллионов Или недостаточно То есть Как Вы наверное Знаете Если слушали Созвоны наши С Андреем Крындушкиным Который Романа Василенко Знает Очень давно Да По словам Андрея Роман Кидать никого Не собирается Он хочет заплатить Но денег У него нет И Из-за этого По сути Возникают Все Вот эти Вот выкрутасы То есть Как сейчас Павел По-моему Сказал Да Если У Романа Предположим Прямо сейчас Где-то Было бы Активов На 895 Миллионов Там Долларов Да Или евро То Раздать Просто людям Задолженность Деньги Вообще Нет Никаких Проблем Если у тебя Есть На счетах Вот эти Деньги Взял Сконвертировал В криптовалюту И выплатил А вот Если у тебя Этих денег Нет Но ты Хочешь Как бы С людьми Рассчитаться То да Приходится Идти на Различные Ухищрения И вот Как раз Все что Мы сейчас С вами Обсуждаем Оно и Похоже На вот Такие Ухищрения Как бы Вроде как С людьми Расплатиться Но так Расплатиться Чтобы Чтобы на Это денег Хватило Вот А денег Как раз Ограниченное Количество Еще раз Смотрите Насчет Сложности То есть Ну Некоторые Говорят Вот у нас Там Пенсионеры Или я Пенсионер Это все Сложно Ну Хорошо Смотрите В новом Проекте Вот и Вывод Происходит Через Криптовалюту И СДТ Ну Разобрались То есть Зарегистрировались Там На бирже Научились Пользоваться Биржей Прошли Верификации Научились Покупать И Продавать Криптовалюту И СДТ То есть Ну Все таки Ну Я бы сказал Не ядерная Физика Разобраться Можно Да Так и Здесь Хотя Вот Сейчас Это мы Все читаем Выглядит Это все Очень Мудрено Но Повторю Если Это сделает Один Человек Потом Сделают Пять Человек Десять Человек Кто-то Из них Запишет Инструкцию То есть Поначалу Ведь Извините Когда Биткоин И вообще Криптовалюта Только Появилась 2009 2010 Год Это все Было Доступно Только Таким Очень Продвинутым Прошаренным Ребятам Программистам Которые Вот В этой Теме Варились Можно Сказать Такие Первоначальные Энтузиасты Большинству Людей Это все Было Как говорится До лампочки Никого Никакие Биткоины Не интересовали Это Это Сейчас Мы Понимаем Что Надо Было Интересоваться Этими Вещами Да И Надо Было Биткоины Покупать 2009 2010 Году Да Вот То есть И Мораль В том Что В принципе Ну Если у вас Стоит на кону Возможность Вывести ваши Деньги Превратить Их Именно В реальные Активы Пусть Даже С каким-то Минусом Надо Просто Будет Потратить Время И разобраться Надеюсь Что Кто-нибудь Кто из Первых Это все Сделает Сделает Инструкцию Там Текстовую Или Видео Инструкцию Понимаете Я Рассуждаю Как Людей Сейчас Интересует Возврат Средств А уж Каким Образом Роман Василенко Сможет Эти Средства Вернуть Там Криптовалютой Не знаю Какими-нибудь Цифровыми Кошельками Мне кажется Спустя год Ожидания Людям Уже Без разницы Пусть Выплатит Хоть В чем-то Ну Главное Чтобы Это Было Именно Ликвидное Чтобы Этим Реально Можно Было Воспользоваться А то Ведь Не секрет Что Бывали Случаи Когда Там Какой-нибудь Проект Финика Скамится Создается Какой-нибудь Свой Токен ФНК И Курс Этого Токена Улетает Ниже Плинтуса То есть Как бы Вроде бы У тебя Эти фантики Есть Циферки Но Они Никому Особо Не нужны Курс Копеечный И Ты понимаешь У тебя Там Допустим Была Тысяча Долларов В кабинете А эта Тысяча Превратилась В 10 Долларов Все И ты Как бы В минусе На 990 Вот Как будет В данном Случае Опять-таки Надо Посмотреть На практике Все Все Что Вот Это Ну Расписано То Что мы Прочитали Конечно Кажется Очень Мудреным Но Повторю Если Среди Участников Проекта Будут Первопроходцы Которые Вот это Все Проделают И Озвучат Нам Результаты Скажут Так Ребята У меня В кабинете Была Тысяча ВСТ И мне Удалось Из этой Тысячи Вывести Вот 190 УСДТ Все То есть Получите Можно Сказать Получите Обратно Пятую Часть Живыми Деньгами И люди Будут Понимать Хорошо Ради Такого Дела Может быть Есть Смысл Заплатить Комиссию 2,5% Чтобы Спустя Год С лишним Так Сказать Уже Начать Чего Выводить Повторю Данная Инструкция И все Вот Эти Вещи Нуждаются Пояснения Непосредственно От Того Кто Это Все Придумал Надеюсь Что Они Там Проведут Какой Нибудь Вебинар Или Запишут Видео Инструкцию Как Это Все Должно Происходить На Практике Спасибо Огромное За Информацию Пожалуйста Ну Как бы У нас Как я Сказал Я не Скажу Что я Там Владею Особой Информацией Мы Просто Устроили Такой Мозговой Штурм Так Собрались Вместе Именно В силу Того Что В Новом Новый Проект Не Особо Информирует Партнеров О том Что Происходит И так Далее Вот Ну Приходится Заполнять Информационный Вакуум В виде Вот Таких Созвонов Это Горю Хоть Что Потому Что Я Вот Например Почти Сколько Полгода Или Даже Больше Вообще Как Лягушка В молоке Ничего Не знаю Ничего Нет Хоть Сейчас На Люди Люди Которые Меня Оповещают Вот Поэтому Вам Большая Благодарность За Все Спасибо Да Для Этого Чат И Делался Андрей Присоединяюсь Тоже С Хороший Чат Есть Информация Полезная Поэтому Продолжай В том же Духе Всем Всего Наилучшего Чтоб Все у всех Получилось Все что Задумали Хорошо Спасибо Алексей Глобал Старклаб Возможности Безграничны